Имя Андрея Арямнова в мире спорта хорошо известно. Чемпион мира 2007 года, обладатель мировых рекордов по тяжелой атлетике в весовой категории до 105 килограммов, олимпийский чемпион Пекина. Вернувшись в большой спорт несколько лет назад, параллельно с выступлениями на соревнованиях, атлет проводит семинары и мастер-классы для спортсменов. В основном за пределами страны и в Минске, поэтому его визит в Брест – настоящее событие. Я всегда приветствую тех людей, которые тянутся к знаниям, особенно к спортивным. А если есть у меня знания, я обязательно ими делюсь. В Беларуси не очень развита эта часть, когда профессионалы, спортсмены ездят и рассказывают о спорте. Оттого я сам, может быть, и первопроходить, и стараюсь развивать эту страну, как говорится, медали. Так что очень рад ездить, рассказывать о себе. Самое главное, что приглашают. На несколько часов Брестский спортивный клуб «Сити-Жим» стал площадкой для практических занятий от заслуженного мастера спорта Андрея Рябнова. Своими наработками и советами известный спортсмен поделился с поклонниками тяжелой атлетики и кроссфита. Ставил технику, консультировал и, конечно же, своим примером мотивировал любителей здорового образа жизни. Участники мастер-класса далеко не новички в спорте, но такое общение с опытным тяжелоатлетом помогает в саморазвитии. В планах клуба сделать встречи с чемпионами регулярными. Очень было по-домашнему. Человек настолько открытый, настолько мог к себе притягивать. И очень хорошо и доступно объяснял своими словами. Ну и уровень профессионализма. Я занимаюсь тяжелой атлетикой совсем немного, но для меня некоторые нюансы были непонятны. И вот он достаточно просто, но со своей точки зрения подошел к этому вопросу и обучил нас тем, что умеет делать. Я вообще занимаюсь не тяжелой атлетикой, а кроссфити в этом спортивном зале. Это две пересекающиеся между собой дисциплины спортивные. Очень продуктивное занятие, много новых техник узнала, подкорректировала старые. Много нового интересного. В то время, когда поклонники тяжелой атлетики впитывали ценные советы от Арямнова, спортивный зал с дюшер профсоюзов по акробатике и бадминтону принимал сильнейших акробатов Беларуси в рамках чемпионата страны. В церемонии открытия приняли участие директор Республиканского центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам Екатерина Калмогорова и представители Управления спорта и туризма Бресского облсполкома. Спортсмены были как раз достойны те, которые выезжают на чемпионат мира, Европы, на международные соревнования. Была упорная борьба между собой. Сейчас у нас идет отбор к европейским вторым играм. Поэтому соревнование был накал. Хороший такой, оно хоть и доброе, но, так сказать, все равно накал страстей был. Было соперничество. Ну и вот еще раз хочу отметить, что благодаря спортсменам высокого класса такого соревнования были очень зрелищные. Порядка сотни спортсменов из всех регионов страны оспаривали титул сильнейшего в личном и командном зачетах в нескольких номинациях. Женские, мужские и смешанные пары, групповые упражнения среди мужчин и женщин. Судьи оценивали технику, артистичность и сложность выполнения элементов программы. По итогам соревнований победу в командном зачете одержала Гомельская область. Бресские акробаты на втором месте. Сомкнула тройку призеров сборная команда Витебщины. Ирина Ольшова, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...